Я свою Валеру говорю, посмотри на нашего света, посмотрите, я говорю, посмотри, как он к жене относится, посмотри, как он её любит, господи, как он её любит, ой, я не могу, как он её любит, ой, я не могу, просто, он её так любит, каждый день цветы, подарки, конфеты, он её на руках носит, целует через каждую секунду, ты понимаешь, через каждую секунду он целует её, почему ты так не делаешь, почему? Он говорит, ты что? Я ее даже не знаю. Вот вы знаете, когда мы вступаем в эти отношения, нам кажется, что наша любовь, она будет вечно с нами. Но опыт почему-то говорит о другом. Но вы знаете, друзья мои, это мое личное мнение. Вы можете с ним не соглашаться. Но я так думаю, что для того, чтобы костер любви горел жарче и дольше, надо все-таки с супругом почаще друг другу отдыхать. Вот это мое личное мнение такое. Я Валеру спрашиваю, ты за меня и за кем-нибудь ухаживал? Он говорит, ухаживал. Я говорю, ты что, шутишь, что ли? За кем-то ты мог ухаживать до меня? Он говорит, как-как, за скотина в деревне. Ой, девчонки, вот все это их неологика, понимаете, в горях мужская логика, да нету там ее вообще. Не существует это. Мужик, он о чем подумал, тем почитал. Какая там логика? Недавно такое было. Бритву дорогущую купил сегодня. Бритву такую сегодня. А я, знаете, посуду мою. Слушаю, мат-перемат. Зачем я ее купил? Столько денег отдал. А я, главное, посуду мою. Про себя я так думаю. Странно. А иной ему она хорошо порезала. Мужчина в браке, друзья мои, как муха на липкой бумаге. И вроде так сладко. И скучно. И улететь нельзя. Валер сидит, борщ свой хлебает. Я в новых туфлях пришла. Он говорит, я не понял, откуда туфли? Я говорю, Валер, а ты не поверишь. Еду мимо помойки стоят. Я примерила. Ой, мой размер. Он везет мне каждый день. Да, везет. Вчера в новой шубе пришла. Да. Сейчас в подъезде размер моего лежала. Я Валер говорю. А Валер говорит, ой, что же я, вообще невезучий. Один раз только повезло. Я под кроватью носки нашел. Примерит мой размер.